Давайте вернемся к плагину и чуть внимательнее познакомимся с его настройками. Их не так много, но они очень важны. Для этого я сейчас вошел в документацию список плагинов, и вот он Common Chunk Plugin. Что тут есть? Во-первых, имя. Обязательно нужно задать имя кусочка сборки, иначе оно будет автоматически сгенерировано. Дальше FileName. Это имя файлов, в который запишется этот кусочек. По умолчанию используется вот такой вот шаблон, который мы выше написали, то есть в данном случае Common.js. Ну, можно задать и свой. Дальше. MinChunks. Одна из самых важных настроек. По умолчанию Common Chunk Plugin смотрит все точки входа и выносит то, что используется везде. То есть если у нас, скажем, шесть точек входа, и в пяти из них используется общий код, то по умолчанию Common Chunk Plugin его не вынесет. Нужно, чтобы во всех шести. Соответственно, мы можем это немножко поменять и указать, что MinChunks, например, два. И если два, тогда Common Chunk Plugin будет выносить те модули, которые используются хотя бы в двух точках сборки. Это может быть более оптимально. Можно указать три. Наконец, тут есть еще вариант. Можно указать функцию. То есть в MinChunks будет функция, которая будет получать очередной модуль, и она будет решать, включать его в общую точку сборки или нет. То есть любая гибкая здесь допустима. Кроме того, если мы не хотим это все на автомат сажать, то мы можем в Chunks явно указать, из каких модулей нужно выносить. В данном случае мы можем указать Chunks, и здесь About, и Home. И теперь мы знаем, что Common – это именно общая из этих модулей. Конечно же, нам никто не мешает использовать этот плагин еще раз. То есть если у нас, например, есть модули, скажем, Shop и Order, то мы можем выделить из них именно Common Goods, например. И здесь будет именно для этих двух модулей общая. Соответственно, те страницы сайта, которые подключают About и Home, будут также подключать перед ними вот это. А те страницы сайта, на которых Shop или Order, будут перед ними подключать вот это. Возможно, это более оптимально на наше усмотрение. Также здесь есть ряд других настроек. Если вы посмотрите, кое-что написано в документации. Common Chance плагин – это очень гибкая вещь. У Webpack в документации большое количество примеров. И на Common Chance плагин, вот видите, я захожу сейчас в исходники, здесь есть, скажем так, прилично всего. Есть вот пример. Есть еще примеры. Вот раз, два, три пример. Ниже есть и другие. Вообще, в исходниках Webpack, особенно в папке Examples, есть достаточно много всего интересного. Соответственно, посмотрите, может быть, что-то для вас будет полезное. Единственное, что касается именно Common Chance плагина, там были изменения. То есть здесь, если вы посмотрите, используется один синтаксис, вот так подключается, вот так аргументы передаются, а мы использовали другой, более новый. Соответственно, в данном случае вот это вот будет файл, а вот это вот будут имена кусочков, из которых модули выдираются. В данном случае этот Common Chance выдирают из Admin Page A и Admin Page B.